Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И в блоге у меня достаточно много литературы на исторические темы, познавательные литературы, касающиеся мировой культуры, различных изобретений и так далее. Сегодня речь пойдет именно о такой книге. Она очень проста, она объединена единой темой. Есть неожиданные повороты, но в целом вам понятно будет, о чем эта книга. Итак, История часов. Эволюция от солнечных до водородных. Сразу скажу, никаких особенных сложностей в этой книге вы не встретите. Сложнейшего описания гелия водородных часов, часов, использующих распад изотопов для того, чтобы отчитывать точное время, которое иногда еще называют атомным. Никаких сложных изложений Эйнштейновской теории о сжатии и растяжении времени, о едином континууме, пространство временного и так далее. Никаких экскурсов в древнюю историю, что-то там придумал Герон Александрийский, значит, хотя упоминаться, естественно, он будет. И все те замечательные кунштюки, которые придумывали в античные времена, для того, чтобы простодушных паломников в античных храмах вводить в заблуждение. Ну, также цари заказывали себе от китайского императора, а то от древних македонских владык, да. Заказывали себе все возможные устройства для того, чтобы точно отмерять время. Ну, по разным причинам время явление сакральное, и с этого и начинается книга. В целом, еще раз говорю, никаких особенных сложностей, никаких специальных познаний для того, чтобы читать эту книгу не надо. Материал довольно легкий, вот, и изложен он очень легко, без вот вдавания подробностей. Даже иногда хочется поподробнее. Но, может быть, такая именно обзорная и книга и нужна, потому что другая и не была бы мной прочитана. Значит, у книги есть несколько фишек. Во-первых, она рассказывает о самых знаменитых часовых механизмах. Вы мне возразите, что есть Википедия, пожалуйста. Но вы мне перечень сначала дайте, да. Вот такой информации в сети так просто не найдешь. Конечно, можно узнать в специализированных источниках подробности о лондонском Биг Бене, который, кстати, совсем молод, которому не так много лет. Несмотря на то, что это абсолютно старинный механизм, его чистят, проводят профилактику, смазывают, каждые сколько там периодически, несколько дней и так далее. Вот. Но, тем не менее, Биг Бен довольно молодые часы. Одни из старейших часов Европы, знаменитой пражской Орловой. О них такое количество легенд создано. Вот эта старинная ратуша, да, на, значит, площади, да, пражской, рядом с Тынским собором. Это невозможная совершенно красота. И вот эти вот пражские часы, вот там такое количество наслоений уже в несколько ярусов. От алхимических легенд, связанных с ними, там, с Рудольфом, с Големом, со всеми делами, до абсолютно удивительных легенд, связанных с освобождением Праги, с пражским восстанием, со Второй мировой войной. То есть там, если вы обойдете ратушу сбоку, то вы увидите там часть аркады такая вот нависает, да, обвалившаяся, да, и кусок выкрашенной кирпичной стены. Это кусок здания, которое они стали восстанавливать. Это мемориальный элемент, значит, рядом с ратушей, вот, примыкающей к основному зданию, мемориальный элемент в память о разрушениях Второй мировой войны. Потому что Прага, как город средневековый, уцелела, да, в том числе уцелел бесценный вот этот драгоценный орвой со столинным механизмом. Но разрушения были все равно огромны. И каждый снаряд, каждая пуля, выбившая кусок стены, она не только жизнью унесла, но и она унесла часть исторического наследия. Абсолютно совершенно бесценного. Тут уж со мной все согласятся. Вот Барлои вы можете прочитать подробнее в других книгах, да, но здесь есть два десятка таких великолепных экскурсов небольших в историю каждого из знаменитейших часовых механизмов, я имею в виду башенных первых, которые вообще появились в Европе, да. Значит, есть экскурс обширный в историю часов. Клепсидр, это водяные часы, огневые часы. Это не просто свечка с размеченными на ней, значит, делениями, которые соответствуют прошедшему времени по мере сгорания свечи. Можно определить, сколько времени прошло. Но от какого момента, значит, соответственно, уже нельзя. Нет. Огненные часы были очень сложные. Это механизмы с пережигаемых канатов при помощи светильников, из падающих шариков в медные тазы, или там в другую ударную плоскость, которая, значит, создавала звук периодически. Это интереснейшая тема. Короче говоря, это все было здорово, особенно в Древнем Китае здорово было сделано. Там вы тоже об этом прочтете. Нюансом, особенностью книги является то, что так как невозможно собрать столько цветных иллюстраций, тем более вот этих редких старинных часов и так далее, то при описании обязательно обозначено, что какого цвета. И, по-моему, очень достоверно, потому что венецианские часы на площади Святого Марка, удивительные часы, особенностью которых является, что круглый циферблат, он не часовой, он астрономический. Он показывает фазы Луны и знаки Зодиака, а вот в часы и минуты показывает два сменных барабана слева и справа. Ну, не запомнить, эти барабаны вращаются, и в результате количество минут можно узнать только с кратно пяти, то есть пять минут, десять минут, пятнадцать минут и так далее. Ну, неважно. Не запомнить такое невозможно, особенно фигура Мавров, двух пьющих колокола на верху этой башне. И вот сравнивая цветовое описание с тем, что я сам запомнил, я могу сказать, что вот эти вот описания, где размечено, что какого цвета на верху, это очень правильно сделано. И в конце есть удивительный раздел, посвященный знаменитым часовым маркам. Так как часы я нашел абы какие, просто памятные часы, которые много лет мне назад подарены, вот, я к ним привык. Значит, в часах совершенно не разбираюсь, то мне было крайне интересно посмотреть эту вот мини-энциклопедию знаменитых часовых мастеров, мастерских, часовых домов, вот, от Бригетта до Патека. И вы можете все это прочитать в этой книге. Вот такая вот Семен Бронников «История часов». Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.